Теперь переходим ко второму блоку, а это те, которые, те ученые, которые стали также известны своими познаниями сиры уже следующего поколения. То есть пришли после его Абана, после Уру ибну Зубера, как следующее поколение. Так, здесь мы будем разбирать сразу трех человек. Сразу трех человек. Первый из них это Абдулла ибну Абибакр ибну Хазм, второй Асам ибну Умар ибну Катада и третий имам Азури. Здесь проблем нет, кто не успел, сейчас будем разбирать каждого из этих личностей по отдельности, иншаллах. Здесь только относительно вот этих вот троих, еще раз, Абдулла ибну Абибакр ибну Хазм, а также Хасль ибну Умар ибну Катада и пятый уже у нас по числу получается, так, Азури. То есть в этом поколении третий, а вообще, если брать первых двух личностей так же, то уже у нас по списку получается пятый имам Азури. Чем они отличались? Отличались они тем, что все они принадлежат к школе Медины, брали свои знания в вопросах сиры из мединских источников. И также отличались они тем, что все они, трое, являются шейхами ибну Исхата, Мухаммада ибну Исхата. То есть слышали же сира ибну Исхата, сира ибну Исхата, то есть которую как раз что? Которую как раз ибну Гишам, то есть сократил и то, что сейчас у нас есть даже на русском языке. Значит, ибну Гишам сократил сиру ибну Исхата, а ибну Исхат был учеником вот этих вот троих ученых. Абдулла ибну Абибакр ибну Хазм, Асам ибну Умар ибну Катада и имам Азури. Так вот, давайте разберем эти личности по порядку иншалла. Что касается Абдулла ибну Абибакр ибну Хазм, то о нем отличается то, что он был одним из больших ученых в вопросах сиры и в вопросах военных походов пророка салаллаху асам. Вместе с тем, что у него неизвестно какой-либо, то есть в современности нам неизвестно, чтобы ему принадлежала какая-либо отдельная книга, которую он написал по сире. Которую бы он написал по сире Абдулла ибну Абибакр ибну Хазм, но он передавал свои знания устно и также вложил большой вклад в те знания или в ту науку сиры, которая на данный момент у нас имеется. Больше о нем ничего говорить не будем, то есть это как бы общее что, просто как познание этой личности. Следующий, асам ибну Амар ибну Катада ибну Нуман. Сын кого? Сын сподвижника и внук сподвижника. Еще раз, асам ибну Амар ибну Катада ибну Абнуман. Асам является сыном сподвижника и также внуком сподвижника. То есть, Румар ибн Катада был сподвижником, как об этом сказал Ибн Хаджир, Акад ибн Хаджир. И Катада ибн Нуман также был сподвижником. И не просто был сподвижником, а из тех, которые свидетельствовали Бадр, то есть участвовали в битве при Бадре. То, что называется Аль-Бадриюн, был одним из Бадриин, одним из тех, которые участвовали в битве при Бадре. Более того, в битве Хунейна, в битве Хунейна, Катада ибн Нуман нес знамя своего племени. То есть, как известно, люди шли племенами, так каждое племя собиралось. квадрат или что-то подобное и шло своим племенем. Так вот, дедушка нашего, нашей личности, то есть Асима, как звали его, Катады ибн Мууман, был необычным сподвижником, но, во-первых, участвовал в битве при Бадре, а в битве при Фонене даже нес знамя своего племени. То есть был одним из самых подающихся людей в своем племени. То же самое относительно Асима ибн Умара ибн Катады приходит в то, что он был очень известен своими познаниями вопросов Сиры и науки Сиры. Был известен так, что Умар ибн Абдул-Азиз то есть правитель того времени известен нам тот, кого называют пятый праведный халиф. Он даже приказал тому Асиму ибн Умару вот этой нашей личности так, чтобы он зачитывал и преподавал уроки Сиры в мечети Аль-Умави Аль-Джами Аль-Умави, то есть в Дамаске. И он действительно, Асим ибн Умар то есть подчинился этому приказу и сидел в этой мечети и преподавал эту науку людям. То есть преподавал Аль-Магази военные походы пророка Салаллаху Алисаламе и также Мана-Кибу Сахаба то есть рассказывал различные хадисы о Мана-Кибу Сахаба, то есть о достоинствах сподвижников. Это четвертый. Следующая личность, которую нам необходимо изучить, это кто у нас? Имам Аз-Зухри то есть пятый у нас по списку в общем и третий в этом блоке или в этом поколении. Так вот, что касается имама Аз-Зухри, то он написал Сиру, то есть написал отдельную книгу и отдельный труд по Сире по приказу правителя Халида ибн Абдилля Аль-Касри. По приказу Халида ибн Абдилля Аль-Касри. По приказу правителя Халида ибн Абдилля Аль-Касри. И имам Аз-Зухри в этой своей книге не ограничился лишь описанием военных походов пророка Салаллаху Алисаляма, но в общем описал жизнеописание пророка Салаллаху Алисаляма. Поэтому книга и была названа не просто Магази, а как была названа именно Ассира. Была названа именно названием Ассира, то есть жизнеописание пророка Салаллаху Алисаляма. И имам Аз-Зухри, кроме этой книги, которую написал по приказу Халлига ибн Абделляу Тасри, также написал и другие книги. Также написал другие книги из них. Книга «Сиар Аз-Зухри», так и называется. «Сиар Аз-Зухри», то есть те сиры, которые написал имам Аз-Зухри. Ее упомянул Аз-Сухейли в своей книге «Ар-Рауг Аль-Унуф». Также имам Аз-Зухри принадлежит Машахиду Наби. Машахиду Наби, салаллаху алейвасалям. Эту книгу от имама Аз-Зухри передает также известный передатчик Юнус Ибн Язид Аль-Айли. Как об этом упомянул имам Ас-Сахавы. Имам Ас-Сахавы в своей книге И'Лану Таубих Лиманзамм Ат-Тарих. И также имаму Аз-Зухри принадлежит книга, которая называется Аль-Магази. Ее от него передавал Аль-Хаджач Ибн Аби Манья. Аль-Хаджач Ибн Аби Манья. И вот эти вот книги также не дошли до нашей современности. То есть до нас эти книги не дошли и нет возможности взглянуть на них и посмотреть в них. И дошло лишь то, что называется Аз-Зухрият. То есть отдельный сборник хадисов Аз-Зухрият. То есть по дороге имама Аз-Зухри. И часть этих хадисов говорит как раз о Сирии. Откуда можно предположить, что именно эти хадисы и составляли определенную часть тех книг, которые мы назвали выше. Что касается современных исследователей, то один из современных исследователей, которого звали Сугаиль Заккар, то он попытался собрать те знания имама Аз-Зухри, которые касались Сирии, попытался собрать их в один единый источник. Но, к сожалению, ограничился только на том, что пришло в сборнике имама Абдуразаха. То есть в его мусаннафе Абдуразаха. То, что пришло по пути Аз-Зухри из вопросов Сирии, он собрал в отдельную книгу. И больше из этого в современной действительности у нас ничего не имеется. Вот имама Аз-Зухри. Но, как мы поняли, то, что вот эти вот люди, которых мы перечисляем и называем, составляли большой фундамент в этой науке тем, что обучали Сирии других. И эти книги присутствовали в те времена. То есть их ученики принимали эти книги и, соответственно, записывали уже свои книги на основании тех и тому подобное. И таким образом, книги более поздних ученых до нас все-таки дошли. И они не что иное, как те книги, которые основывались на книгах, которые хоть и утеряны, но в те времена были. Тех имамов, которых мы называем. Так, это что касалось второго блока. Значит, сколько людей мы называли в этом втором блоке? Три человека. Абдулла ибн Абибакар ибн Хазм, также Асам ибн Умр ибн Катада и имам Аз-Зухри.